В полицию Владивостока поступило заявление 84-летней жительницы. Потерпевший позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительного ведомства и сообщил, что женщина является подозреваемой в государственной измене, так как с ее счета были осуществлены денежные переводы в другую страну. Злоумышленник сказал, что для проведения расследования пенсионерка должна собрать все наличные деньги и передать курьеру, который доставит купюры для сверки номеров на банкнотах. Пожилая женщина испугалась и передала приехавшему молодому человеку 80 тысяч рублей. Позже по аналогичной схеме была обманута 83-летняя жительница Владивостока. Женщина отдала курьеру 130 тысяч. Полицейские установили и задержали курьера. Установлено, что 36-летний местный житель получал в мессенджере от неизвестного работодателя адреса, по которым нужно было приезжать и забирать у обманутых пенсионеров деньги. Полученные денежные средства мужчина переводил на банковский счет своего работодателя, а себе оставлял 2% от суммы в качестве вознаграждения. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Он заключен под стражу. Я обращаюсь к жителям Приморского края с просьбой. Расскажите всем, кто вам дорог, о том, что у мошенников появилась новая схема. Проиграйте с пожилыми родственниками алгоритм действий. Что надо делать? Как себя вести, если человеку звонят и начинают запугивать, а в конечном итоге заставляют отдать или перевести деньги? В любом случае, самое лучшее решение – это положить трубку и прекратить общение. Будьте всегда на связи с родными, оказывайте им помощь и поддержку. Сами тоже соблюдайте меры имущественной безопасности. Не верьте мошенникам, берегите свои деньги и нервы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!